Рекордное количество займов до зарплаты под 292% годовых. Насколько это тенденциозно для современной Российской Федерации? И что это за проценты такие годовые, 292? Ну, это микрокредитные организации, то, что выручает россиян, бедных, чтобы можно было перехватить деньги, как-то дожить до зарплаты. Они вот в эту удавку лезут, это действительно такая цифра большая, но она даже пониженная сейчас. Изначально, когда эти структуры появились, то им установили разрешенную ставку процента, 1% в день, значит, получалось реально 365%, если там не считать по формуле сложных процентов, то, грубо говоря, 365, так было в законе записано. Потом вот недавно ЦБ решил, что это все-таки многовато, им на четвергний предел поставили 292% в год. Но никто, конечно, на год деньги по такой ставке не берут, берут вот как раз от получки до получки перекрутиться, потому что денег не хватает. И возникает очень забавная ситуация в России. С одной стороны, рапортуется о росте заработной платы, и официальная статистика говорит, ну как же, зарплата-то как здорово выросла, да, президент рассказывает. С другой стороны, по факту, ты видишь, что люди как бегали микрокредитные организации перехватить до следующей получки, потому что не хватает денег дожить, детей прокормить, так и бегают, и снова берут. Значит, это значит, что реальные доходы у населения, большинства населения крайне низкие, и они, в общем, с трудом выживают. Продолжение следует...